Привет всем, это новости на Android Insider.ru, с вами Юля, и в этом выпуске мы поговорим о больших и тонких планшетах, круглых часах, грядущих презентациях и тому подобном. Поехали! Samsung официально анонсировала новые планшеты Galaxy Tab S2. Прошлогодние Galaxy Tab S8, 4 и 10, 5 получили свою порцию внимания СМИ благодаря отличному суперамолед-экрану, который стал крупнейшим из когда-либо выпущенных Samsung для коммерческого продукта. Кроме того, планшет наследовал многое от флагмана того года Galaxy S5, включая элементы дизайна, сканер отпечатков пальцев и функции TouchWiz. Второе поколение планшетов, само собой, тоже порадует качественным суперамолед-экраном. Две новые модели Tab S2 обладают 8 и без трех десятых 10-дюймовыми экранами с разрешением 2048 на 1536 точек и соотношением сторон 4 к 3. Помимо диагонали, модели будут отличаться наличием или отсутствием поддержки LTE, объемом накопителя 32 или 64 ГБ и емкостью аккумулятора. В остальном они представляют следующее. Восьмиядерный процессор Exynos 5433, 3 ГБ оперативной памяти, слот для карты памяти, 8 Мп основная и 2 Мп фронтальная камера, тот же сканер отпечатков пальцев, что и в Galaxy S6 и Android 5.0.2. Более крупная модель получит батарею на 5870 мАч, поменьше на 4000 мАч. Оба устройства будут доступны в черном и белом вариантах, а их толщина составит всего 5,6 мм. При этом корпус имеет металлическую рамку, а задняя крышка выполнена из мягкого пластика. В магазинах планшеты Galaxy Tab S2 должны появиться уже в августе. Представители компании Motorola разослали приглашение на свое мероприятие, которое состоится 28 июля. К выполнению поставленного задания маркетологи-производители подошли крайне креативно. В частности, в пригласительном письме указано не только время и место мероприятия, но и забавный слоган. Статус ваших отношений скоро изменится. Очевидно, что данное изречение пытается убедить вас в том, что не влюбиться в представленное устройство не получится при всем желании. А к чему, к слову, придется испытывать столь сильные чувства? Вероятно, речь идет о смартфонах Moto X и Moto G. Также не исключено представление новых часов Moto 360, что, впрочем, будет выглядеть вполне логично. Владельцы LG G4 заплатят 2230 долларов любому, кто сможет получить рут-права и установить кастомный рекавери. 9 июня этого года на форуме XDA Developers был создан пост, где люди начали сбор средств, которые должны достаться первому, кто сможет установить кастомный рекавери, разблокировать загрузчик или же получить рут-права. Создатель поста под ником Denis G34 разделил сбор средств на две части. Первый сбор подразумевает лишь получение рут-прав и кастомный рекавери. В свою очередь, второй сбор, помимо рут и рекавери, требует еще и разблокировки загрузчика. Таким образом, форумчане разделились на два лагеря. На данный момент первый сбор собрал 2230 долларов, тогда как желающих получить еще и разблокированный загрузчик собралось лишь на 1455 долларов. Если вы желаете получить 2230 долларов, вам нужно быть первым человеком, создавшим метод получения рут-прав и установки кастомного рекавери. Интересно узнать и мнение наших зрителей и читателей, чем обусловлено подобное стремление обычных пользователей и стоит ли вкладывать столь крупную сумму в столь бесполезные на первый взгляд вещи. То, что Samsung готовит умные часы с круглым экраном, уже ни для кого не секрет. В мае текущего года компания выпустила SDK для разработчиков, подтвердившая эти слухи официально. Кроме того, инструменты для разработчиков дали понять, что пользователю ждет некий переработанный интерфейс управления умными часами, сконцентрированный на поворотном безеле вокруг экрана. Ну а теперь пришло время и для больших подробностей о Samsung Gear A. Именно такое название, скорее всего, получат умные часы Samsung под красивым кодовым названием Orbis. Помимо этого, новые утечки сообщают, что новый носимый гаджет получит AMOLED-экран диаметром от 38 до 42 мм с разрешением 360 на 360 точек, процессор Exynos 3472 с частотой 1,3 ГГц от Samsung, 768 ГБ оперативной памяти, 4 ГБ встроенной памяти и аккумулятор на 250 мАч. Среди других технических средств значатся Bluetooth 4.1, GPS-приемник, акселерометр, гироскоп, барометр и монитор сердечного ритма. Будет также модель с поддержкой Wi-Fi и Wi-Fi Direct. Как и прочие устройства линейки Gear, новые часы, вероятно, будут работать под управлением Tizen OS, а не Android Wear. Одна из причин такого выбора Samsung может скрываться как раз в том самом новом интерфейсе устройства, разработанного компанией специально для круглых экранов. Ожидается, что Samsung Gear A будут представлены вместе с Galaxy Note 5 и Galaxy S6 Edge+. Но, в отличие от прошлых лет, для этого нам, быть может, не придется ждать сентябрьской выставки IFA. По последней информации, устройства могут быть анонсированы уже 12 августа. Ну а на этом у нас все. Оставайтесь с нами на androidinsider.ru, почаще заходите на наш сайт, следите за Twitter и Instagram. Всем пока!